Крупнейшую партию гуманитарной помощи в этом месяце отправил в Донецк штаб Рината Ахметова. В 17 грузовиках более 300 тонн продуктов. На неподконтрольной территории сейчас работают 32 пункта выдачи гуманитарной помощи. Доставляют наборы выживания также адресно. Репортаж наших корреспондентов. На рассвете водители гуманитарной колонны проверяют исправность машин. Ведь в дороге они проведут почти полсуток. В общем, вся дорога от Днепра до Донецка где-то часов 13 занимает. Большинство времени занимает не путь, а процедура пересечения линий разграничения. В Донецк отправилась уже 94-я колонна с гуманитарным грузом для мирных жителей Донбасса. В машинах крупнейшая партия гуманитарной помощи в сентябре. Из 340 тонн продуктов мы сформируем 50 тысяч наборов выживания, которые доставим на пункты выдачи для получения мирными жителями Донецкой и Луганской областей. Потребность помощи на Донбассе остается высокая. В связи с этим мы продолжаем отправлять от 2 до 4 колонн с гуманитарной помощью еженедельно. Фуры с загруженным маслом, мукой, овсянкой, крупами, сахаром везут паштеты и консервы. Из этих продуктов волонтеры на Донбасс-арене сформируют такие наборы выживания. А это то, что отрианата Леолидовича, полная полочка. Нине и ее мужу Виктору продуктовые наборы доставляют адресно. Волонтеры приносят помощь слепым инвалидам раз в месяц. Эти продукты нам помогли управиться даже с долгами по зарплате. У меня оставалось где-то 400-500 гривен, и я их потратила на оплату квартиру, а на эти продукты мы прожили год. Супруги живут бедно, считают каждую копейку. За год боевых действий они почти не выходили из дома. Для Виктора это трудно еще и потому, что он, ярый поклонник футбола, прожил весь этот год в изоляции от игры. В мирное время пенсионер не пропускал ни одного матча на Донбасс-арене. Теперь мечтает, чтобы любимый шахтер вернулся. Чтобы я дожил до этого, чтобы на этом стадионе я опять побывал. Мне слезы наворачиваются к этим стадионам. Я переживаю за это. Это детище нашего Донбасса. Любимый стадион Виктора за год превратился в арену милосердия. Ежедневно 600 волонтеров, это сотрудники клуба и стадиона, собирают здесь гуманитарный набор для своих земляков. Завтра из Днепропетровска отправится еще одна колонна с продуктами. На этот раз гуманитарную помощь доставят в Мариуполь. Часть раздадут переселенцам, остальное мобильная бригада волонтеров доставит в отдаленные населенные пункты на линии разграничения.